Какие напитки можно пить вместо чая? Какими свойствами обладают травяные чаи? Какие рецепты травяных чаев самые полезные? Смотрите видео до конца и узнаете, что надо пить, чтобы лучше себя чувствовать. Перед просмотром видео хотим поздороваться со всеми, кто сегодня зашел на канал и пригласить подписаться, чтобы всегда быть в курсе наших новинок. Заваривать черный или зеленый чай, пить его дома, в гостях, во время перерывов на работе стало устоявшейся привычкой. Многие вместо чая употребляют кофе. Последние годы все больше становится тех, кто пьет травяные чаи. Какие напитки можно пить вместо чая? Именно травяные отвары и настои достойны альтернативы черному и даже зеленому чаю. Ведь среди многообразия растений каждый может выбрать то, что ему подойдет больше всего, как по вкусу, так и по тем полезным свойствам, которые напиток оказывает на организм. В качестве сырья можно использовать листья, плоды, стебли и корни растения. Причем из разных частей получаются разные по вкусу и цвету напитки. Так, например, чай из корней шиповника и плодов шиповника отличаются по вкусу, внешнему виду и полезным качеством. Иногда возможно добавлять в черному чаю сухие ингредиенты от других растений. Это придает напитку оттенок специфического вкуса, повышает положительное воздействие на организм. Так, сочетание черного чая и таболги делает чай необыкновенно душистым и вкусным. Пить его можно круглый год, влияет на организм сочетание двух растений следующим образом. Витаминизирует и тонизирует, нормализует артериальное давление и оберегает от простуды. Таболга – это медоносное луговое растение, которое используется в качестве сырья при изготовлении отваров и настоев. Его свойства многогранны, оно помогает избавиться от многих проблем, связанных с пониженным иммунитетом, расстройством работы желудочно-кишечного тракта, воспалением и атеросклерозом. Обладает мочегонным и желчегонным действием. Именно сочетание таболги и черного байхового чая, употребляемое ежедневно, улучшит состояние всего организма. Какими свойствами обладают травяные чаи? Свойства травяного отвара или чая зависят от того, какое растение заваривается. Существуют сотни различных растений, по-разному влияющих на организм. Вот некоторые из них стабилизируют работу сердца и сосудов боярышник, цикорий, мать и мачеха, зверобой и крапива. Помогают снизить артериальное давление черноплодная рябина, череда и земляника. Способствуют повышению артериального давления, стимулируют тонус сосудов и активность клеток, лимонник и розмарин. Стимулируют работу пищеварительных желез, нормализуют состояние слизистой оболочки желудка и кишечника, ромашка, зверобой, мята, тимьян и анис. Повышают умственную работоспособность и физическую активность лимонник и олеоторокок, женьшень. Нормализуют сон валериана, мелисса, хмель. Уменьшают головную боль клевер, лаванда. Ускоряют обмен веществ, витаминизируют организм земляника, женьшень, одуванчик. Повышают иммунитет шиповник и калина. Какие рецепты травяных чаев самые полезные? Мы уже договорились, что каждый подбирает себе заварку по вкусу и в соответствии состояниям здоровья, наличием хронических заболеваний. Но все же хотелось бы поделиться несколькими рецептами полезных чаев. Чай, обладающий общеукрепляющими, тонизирующими свойствами, помогает работе кишечника, способствует повышению иммунитета. Для его приготовления надо взять три части бадана, по одной части листьев малины, черной смородины и душицы. Приготовление напитка из бадана требует кратковременной варки, поэтому ферментированные, то есть подсушенные листья надо положить в чайник, залить водой и поставить кипеть на огне в течение нескольких минут, потом дать настояться полчаса. Расслабляющий, успокаивающий чай содержит в равных частях мелиссу, зверобой, мяту, цветки липы, плоды боярышника. Употреблять лучше во второй половине дня или на отдыхе. Если часто возникают проблемы с пищеварением, отмечается вздутие и тяжесть в животе, неустойчивый стул, то поможет чай из ромашки, чабреца и перечной мяты. Когда появляются боли в суставах, отмечается повышение уровня мочевой кислоты, есть нарушение обмена веществ, то подойдет чай, в состав которого входят плоды шиповника, черной смородины, рябины и зелень крапивы. Для очищения сосудов, дезинтоксикации организма подойдет напиток из листьев лесной малины, садовой ежевики, крупной черной смородины, цветков белой душистой акации. Получаемый напиток полезен, у него чудесный аромат и тонкий вкус. Если есть проблемы с иммунитетом, то советуем пить чай, в состав которого входит корень моркови, высушенный на солнце, листья крапивы, ягоды шиповника и плоды черной смородины. Чтобы напитки были всегда исключительно полезными и вкусными, необходимо соблюдать правила сбора сырья. Травы собирают утром, после того, как высохла роса, в солнечный погожий день. Собирать оптимальнее всего тогда, когда растение уже подросло, но еще не постарело. Именно в такое время растение наиболее богаты соками, а значит полезными веществами. Перед высушиванием листьев земляники и малины надо помять, чтобы сохранить полностью целебные свойства. Первые натуральные отвары из свежего сырья уже можно делать в апреле, используя молодые березовые листочки. Многие травяные чаи не имеют вкуса, поэтому, чтобы исправить это, надо добавлять в напиток мед или обладающие вкусовыми качествами листья или плоды. Травяные отвары или, как более привычно называть их, чаи, окажут несомненно положительное воздействие на организм. Они повышают устойчивость к разным инфекциям, вырабатывают стрессоустойчивость, а значит способствуют омоложению и помогают бороться со старением. Поддерживают работу сердечно-сосудистой, нервной систем, органов пищеварения. Настоятельно советуем подобрать себе по вкусу травяной сбор и употреблять его ежедневно.